Всем добрый день, это компания Винтео, меня зовут Руслан. Сегодня я расскажу вам как собрать конференцию и подключить туда разных абонентов. Проще говоря, это видео научит вас как правильно и удобно собирать в одну конференцию разные типы абонентов, таких как СИП, H323, WebRTC и так далее. Итак, для начала давайте создадим несколько разных типов абонентов. Мы уже делали большой обзор на веб-интерфейс сервера, ссылка будет сверху справа. Заходим в абонентов и давайте сначала создадим абонента WebRTC. Установим его номер, ну например 100, назовем его модератор, поскольку мы его сделаем модератором нашей будущей конференции, для чего это нужно я расскажу чуть позже. Зададим ему пароль, здесь можно выставить настройки какие вам нравятся, либо можно оставить те которые идут по умолчанию, больше ничего трогать не нужно. Добавляем нашего абонента. Итак, мы создали нашего первого абонента, он будет модератором и подключаться он будет через vinteo desktop. Давайте его сразу здесь зарегистрируем, вводим адрес подключения нашего сервера, номер 100, пароль, отображаемое имя пускай будет модератор. Теперь у нас есть абонент WebRTC, который будет подключаться через vinteo desktop. Давайте создадим еще одного абонента, например это будет абонент SIP. Допустим это будет Polycom RealPresence, Polycom RPD. Его номер пускай будет 101. Также делаем пароль. Выбираем настройки по умолчанию или такие какие вам нравятся. Здесь больше ничего трогать не нужно. Если ваш абонент будет находиться за над, то нужно поставить соответствующую галочку. В данном случае этого не нужно. Добавляем нашего абонента. Вот он. Теперь переходим в Polycom RealPresence. Заходим в настройки. Вкладка SIP. Регистрация. Здесь вводим наш IP адрес сервера. Имя пользователя, как мы помним, 101. Имя для авторизации также 101. Пароль. Транспортный протокол. Выбираем UDP. Нажимаем ОК. То, как мы видим, появилась надпись Registered. Значит мы все сделали правильно. И эти абоненты готовы принять участие в конференции. Их можно вызвать прямо из веб-интерфейса. Сделаем еще одного абонента. На сей раз это будет абонент H323. Дадим ему номер 102. Пускай это будет терминал. Поскольку именно с терминала чаще всего подключаются абоненты по протоколу H323, зададим пароль. Выбираем находится за над или нет. А в расширенных нам нужно будет прописать IP адрес нашего терминала. Итак, мы прописали IP адрес. Добавляем абонента. Как мы видим, наш Polycom RPD получил IP адрес. Значит все хорошо, все работает. Вот он наш терминал. Итак, у нас есть три абонента, которых мы можем собрать в одну конференцию. Четвертый абонент у нас будет аноним. Он будет подключаться через веб-браузер. Но прежде нам нужно создать конференцию. Создаем конференцию. Ее номер 1800. Ничего менять не будем. Давайте ее назовем как-нибудь Test1, например. И вот здесь, как мы помним, наш модератор, который будет подключаться через Vinteo Desktop. Назначаем его модератором. Теперь добавляем абонентов, которых мы создали. Вот они. В настройках конференции включаем открытую конференцию для того, чтобы анонимы могли дозваниваться без ввода пин-кода. О всех остальных настройках вы можете узнать из нашего большого видео, посвященное настройке веб-интерфейса, в частности, настройкам конференции. Ссылка будет сверху справа, как всегда. Запускаем нашу конференцию. И теперь давайте попробуем вызвать наших участников. Вызываем модератора. Vinteo Desktop. Есть. Обращаю ваше внимание, что у модератора в Vinteo Desktop появилась своя панель управления. Это очень важно. Я через минуту расскажу, что это значит. Далее вызываем наш поликом абонента СИП под номером 101. Есть. Вот он появился. И также вызываем нашего абонента H323 под номером 102. Это наш терминал. И вот он также появился в нашей конференции. Таким образом, в конференцию мы добавили абонента WebRTC, абонента СИП и абонента H323. Еще мы подключим сюда анонима. Давайте зайдем через веб-браузер. Отображаем мое имя. Пускай будет у нас аноним. Наш номер конференции. Авторизацию мы не делаем. Нажимаем вызов. Как видим, мы попали в нашу конференцию, в которой представлены все четыре разных участника. Вот он наш WebRTC. Камера номер один. Я подключился через Vinteo Desktop. Вот он наш терминал. Вот она камера. Здравствуйте. Вот здесь у нас поликом RealPresence. Абонент СИП. И вот здесь подключился наш аноним. Как мы видим, конференция работает вполне успешно. Все подключились нормально. И последнее, что я хотел бы показать. Поскольку мы добавили нашего модератора под номером 100 в Vinteo Desktop, у него появилась своя панель управления. Таким образом, модератор может управлять конференцией без привлечения администратора через веб-интерфейс. Кстати, обращаю ваше внимание, что мы рекомендуем использовать вот такое отображение информации для администраторов в конференции. Для этого нужно щелкнуть вкладку ДОП-информация. Таким образом, вы увидите все, включая потери. И отображение должно быть крайнее слева. Вот в таком виде. Возвращаемся в Vinteo Desktop. Без участия администратора, модератор конференции в Vinteo Desktop вполне способен управлять конференцией. Он может, например, отключить микрофон какому-то из участников, соответственно, включить его обратно. Он может отключить какого-то из участников от конференции. Давайте, например, отключим наш поликом Real Presence. Возвращаемся обратно в Vinteo Desktop и вызовем его обратно, нажав на соответствующую вкладышу. Таким образом, очень удобно назначать модератором кого-то из участников конференции, и он дальше сам будет управлять этой самой конференцией. Продолжение следует...